Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в ближайшие полчаса. В Сочи ожидаются ливни и сильный ветер. Глава курорта на планерке потребовал от городских служб перейти в режим повышенной готовности. Более 100 ученых, любящих птиц, собрались в Сочи. На курорте открылась международная орнитологическая конференция. В Лазаревском появился еще один зеленый уголок. Около памятника герою СССР Алексею Малышеву высажен сквер. Регата финишируют в Сочи только завтра, а паруса России уже в морпорту. Более 50 работ представили московские фотохудожники. Выборы в Краснодарском крае признаны прозрачными. Серьезных нарушений зафиксировано не было. Итоги единого дня голосования подвели на встречи губернатора и общественных организаций, следивших за ходом избирательной кампании. Явка по краю оказалась выше среднероссийской. Больше 51% жителей региона пришли на выборы. Спасибо всем вам. Всем, кто от маленького поселка до краевого центра. Всем, кто принял участие в организации выборов в Государственную думу 2016 года. Мы дали возможность жителям выполнить свой гражданский долг. Проголосовать. Неважно, за кого они проголосовали. Само возможность, само право проголосовать мы обеспечили. А который не пришел, это, я всегда говорю, знаете, зона его ответственности перед будущим поколением, да и перед самим собой. Половина жителей Кубани пришли на избирательные участки. Пришли по зову сердца. Потому что им не безразлично, на какой Кубани они будут жить. Не безразлично, в какой России они будут жить. Не безразлично, какие законы будут приниматься. Это активные люди. Коллеги, нам всем очень повезло, что у нас на Кубани такие жители. Краснодарский край – третий регион в стране по количеству избирателей. На этих выборах, как отметили в Кубанском избиркоме, работало беспрецедентное число наблюдателей – 18 тысяч человек. Избирательная кампания в Краснодарском крае прошла прозрачно, очень честно и был очень хороший тесный контакт с избирательными комиссиями. Избирательными комиссиями всех уровней – участковых, территориальных и избирательной комиссии Краснодарского края. Существенных нарушений, или вот чтобы мы зафиксировали действительно нарушения, которые противоречат закону, мы таких нарушений не зафиксировали. Поэтому хотела бы сказать, что общество у нас активное, хотели идти на выборы. Победу на выборах в Государственную думу в Краснодарском крае одержала «Единая Россия». Также из восьми одномандатных округов в семи больше всего голосов набрали кандидаты от партии власти. Очень важно, кто будет в Госдуме сегодня отстаивать интересы нашего края. Это активные, деятельные люди, люди отчасти даже, наверное, не политики, это больше люди труда, люди экономики. Честно говоря, лоббирование – слово плохое, хорошее, но лоббировать и через законодательные акты, по большому счету, те нормы, которые нам сегодня необходимы, необходимы для развития нашему региону. В этот раз, заметил губернатор, удалось избежать серьезных провокаций, так как все партии понимали, у них одна цель – дальнейшее развитие России. В ходе совещания Вениамин Кондратьев предложил применять практику общественного экспертного совета при Крайсберкоме на все выборные кампании, вплоть до муниципальных. Инга Габейшая, телекомпания ФКТ. Победивший по итогам голосования в Сочинском одномандатном округе Константин Затулин сегодня обратился к тем, кто поддержал его на выборах. Я хочу сказать спасибо всем избирателям Сочинского избирательного округа, сочинцам, белореченцам, обширонцам, гражданам России, проживающим в Эстонии и приписанным к нашему Сочинскому округу. На выборах 18 сентября они отдали предпочтение не кандидату в Единой России, и это, конечно, большая ответственность, это большой аванс, который придется отрабатывать все время работы депутатом в Седьмой Государственной Думе. Все эти наказы и предложения будут впущены в дело. Мы постараемся в самом деле, как это и утверждалось в ходе избирательной кампании, помочь каждому. Во всяком случае стремиться мы будем именно к этому. Газификации, водоснабжения, скорректировать реформу ЖКХ, построить много новых школ и детских садов. И все это, безусловно, будет зависеть от того, какое внимание будет уделяться нашему округу на федеральном уровне, насколько успешно будут работать здесь люди, какие у них будут возможности для самореализации. Я по мере своих сил буду делать все для того, чтобы такие возможности у вас были или появились. И продолжаем. В Сочи ожидаются сильные дожди и ветер. Сегодня на планерном совещании глава города Анатолий Пахомов ввел режим повышенной готовности. По его поручению все службы жизнеобеспечения должны быть готовы к внештатным ситуациям. Продолжит Елена Овсецина. Сегодня ночью и в среду днем на побережье ожидаются сильные ливни. Усилится ветер. Его порывы могут достигать 26 метров в секунду, что не исключает повреждения кровли, зданий и падения аварийных деревьев. Возможен подъем уровней рек и сход сели. Глава курорта решением комиссии по чрезвычайным ситуациям перевел на усиленный режим работы все городские службы. В случае включения сирен в экстренном режиме необходимо будет всем подготовить свои имущества, вещи, документы. И при подъеме воды выйти на возвышенные, выходить на возвышенные участки. Это в принципе в сельских кровях определены эти места. И быть в готовности к эвакуации. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить с мобильного 010 либо 112. Все аварийные бригады будут на круглосуточном дежурстве. Обсудили на планерке и другие не менее актуальные для Сочи вопросы. Продолжается работа по переселению людей из ветхого жилья. С 2012 года в новые квартиры по этой программе въехали 946 сочинцев. Вот старый дом на улице Инжирной. Здесь семья поселилась в 1951 году. А в 2016 дом, естественно, был признан аварийным. Новое жилье предложили на улице Виноградной. Сейчас многоэтажка достраивается. Люди должны заселиться в этом году. И в декабре месяц. Сентябрь уже у нас заканчивается. Если мы видим, ну пока, скажем, по тем фотографиям, которые есть, мы говорим о том, что там, ну, готовность 90%, правильно? А 10% это самое тяжелое. И мы же знаем, все эти, газ, вот сейчас по воде. До конца года сюда вселится 385 человек. Это жильцы из 12 ветхих строений. Согласно региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного живого фонда, жители получат квартиры, как говорится, метр в метр. Анатолий Пахомов потребовал от своих подчиненных работать качественно и стабильно. Есть нарекания к департаменту дизайна и городской среды. Все есть в городе, говорит глава, а все равно чувствуется какая-то неухоженность, нет лоска. Поэтому власти ждут новые идеи. Не обошли и тему выборов. Мэр поблагодарил всех избирателей за политическую активность и тех, кто был задействован в их организации проведения. Лучше всех показали себя Хосинский район и Лазаревский. Глава города отметил, что люди доверяют властям, а значит кредит доверия надо оправдывать и выполнять предвыборные обещания. Мы школу построили, мы детских дошкольных учреждений построили. Ну, как бы, это, наверное, как должное. А вот то, что малые дела, вот это важнее всего. Их надо продолжить. Тем более мы ничего не закончили, ну и не могли закончить все по малым делам. Особенно это дороги. Речь зашла на планерке и о предстоящем дне города, который отмечается 21 ноября. Готовиться нужно уже сейчас. Горожанам предлагают поучаствовать в различных конкурсах. Будь то конкурс на лучшую песню о Сочи или конкурс на самый благоустроенный двор. Именно на празднике всех горожан станет известно, кто получит звание почетного гражданина города Сочи. Уже известные первые претенденты. Это сочинка, олимпийская чемпионка, теннисистка Елена Веснина, которой, кстати, за спортивные заслуги предприниматель от имени всех сочинцев подарил квартиру. И автор и ведущий популярной телепередачи КВН Александр Масляков на протяжении 10 лет проводящий шоу в Сочи и тем самым рекламирующий курорт на федеральном уровне. Хорошую новость сегодня сообщил и первый заместитель главы города Анатолий Рыков. Два месяца в центре Москвы будут в качестве социальной рекламы размещены билборды с изображением курортного Сочи. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Круизную линию между портами Крыма и Сочи планируется открыть уже весной. Проект получил одобрение в Министерстве транспорта России, сообщает агентство ТАСС. С февраля активно ведется проработка проекта восстановления регулярного круизного судоходства по Черному морю с участием заинтересованных организаций, таких как группа компаний Интермарин, Министерство транспорта Крыма, Единая транспортная дирекция и Сочинский морской торговый порт. Открытие регулярной круизной линии по Черному морю из Сочи намечено на апрель. Планируется использовать комфортабельное круизное судно под российским флагом для недельных морских круизов из Сочи с заходами в порты Новороссийск, Ялта и Севастополь. Напомню, на заседании президиума Госсовета 15 сентября президент России Владимир Путин поручил Министерству транспорта рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и Крымскими курортами. В крае выделили 2,5 миллиарда рублей на выплаты при рождении третьего ребенка. Размер выплаты с начала этого года увеличен более чем на 2000 рублей и составляет сегодня 9 655 рублей. В настоящее время эту поддержку получают более 27 тысяч кубанских семей. Выплата предоставляется одному из родителей до достижения ребенком трех лет. При этом должно соблюдаться условие. Средний душевой доход семьи не должен превышать месячный средний доход в крае за год, предшествующий году обращения. Денежная выплата может быть назначена семье только один раз. Более 100 орнитологов собрались в Сочи. Сегодня на курорте открылась международная конференция рабочей группы по соколообразным и совам Северной Евразии. Конференция проводится раз в 4 года, нынешняя седьмая по счету. А вот Сочи такой крупный международный форум орнитологов принимает впервые. На курорты из разных стран съехались 120 ученых. На этот раз в центре внимания хищные птицы Северной Евразии и их проблемы адаптация в современных условиях, а также состояние популяции редких видов птиц и их охрана. Хищные птицы обекают на территории ООПК, расположенных в Сочинском Причерноморье и в природном орникеологическом парке, в Сочинском национальном парке, в Кавказском заповеднике. Кроме того, через территорию Сочинского Причерноморья проходит миграционный путь. То есть через нас весной и осенью хищные птицы мигрируют. Поэтому вопросы их охраны очень актуальны для нашего региона. Птицы не знают границ, отмечают орнитологи, поэтому очевидна необходимость международного сотрудничества в исследовании пернатых. Конференция в Сочи продлится до 24 сентября. В программе, кроме пленарных заседаний и симпозиумов, экскурсии по Дендрарию, Красной Поляне и Сочинскому орнитопарку. В Лазаревском появился еще один зеленый уголок. Сквер около памятника героя Советского Союза Алексею Петровичу Малышеву посадили в рамках акции «За зеленый город». В мероприятии приняли участие школьники и ветераны Великой Отечественной, большинство из которых живет в домах напротив. Я напомню, квартиры для ветеранов были специально построены к 70-й годовщине Победы. Сам герой Советского Союза Алексей Малышев с детства с особым требетом относился к деревьям. Родился он в большой крестьянской семье, рассказывает вдова Алексея Петровича Фаина Малышева. Рано остался сиротой около пяти лет от роду. Видимо, сохранились детские воспоминания. Рядом с отчим домом росла раскидистая ива. Ветераны говорят, эти деревья будут расти и символизировать то, как мы когда-то тянулись к победе, так же, как эти молодые побеги будут тянуться к солнцу, и молодежь будет помнить великий подвиг каждого солдата Советской армии. Лет 40 тому назад в городе Яготини, на Украине, я посадил такое самое дерево. А сейчас моя дочка каждый раз приходит со своими детьми и любует, что это посадил папу. Вот кто-то нас обязательно вспомнит, что посадили участника Великой Отечественной войны. Конечно, очень приятно, что будет вспоминать нас. Инициатором проведения акции выступила Сочинская городская общественная организация «Сибирское землячество». Поддержали идею многие сочинцы и не только. Скоро в город-курорт приедут символы России – березки. Их привезут ребята из Лаишинской сельской школы. Она является побратимом Сочинской 75-й школы имени Малышева. 90-летие, которое мы будем отвечать, у него 8 октября в этом году. Проезжает кадетский класс школы имени Алексея Петровича. Ну, в общем, проезжает целая делегация. И они привезут 10 березок. И я думаю, что эти березки мы посадим на территории школы, которая носит имя Алексея Петровича. Будет продолжена в районе еще одна хорошая традиция. Социальное жилье получат врачи и учителя. Это наш новый микрорайон. Вы уже видите, что мэром нашего города Анатолия Пахомова построен детский садик. Красивейший детский садик современного уровня. Естественно, здесь будет и школа в будущем. И, конечно, сейчас строится многоквартирный дом. И 50 квартир, по указанию мэра нашего города, будет выдано социальным работникам. 25 квартир – это воспитателям, преподавателям. И 25 квартир – это медикам нашим. А в целом, с 2009 года сочинские бюджетники получили 567 служебных квартир. Елена Овсецна, телекомпания «ФКТ». И к другим новостям. Олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал спикером клуба «Спортконнект». Выездное заседание прошло накануне в кампусе Российского международного олимпийского университета. В мероприятии приняли участие известные спортсмены, представители спортивной индустрии курорта и студенты вуза. В марте этого года Российский международный олимпийский университет стал площадкой для проведения первого форума «Спортконнект». Крупнейший российский инвестор и создатель горнолыжного курорта «Роза Хутор» группа «Интеррос» представила еще один проект. Тематический клуб продолжил встречи ведущих практиков спорта. «Интеррос» всегда был и про содержание, и про спорт, потому что наш основатель Владимир Батайин, если кто-то не знает, он был одним из главных движителей идеи с олимпийских игр в Сочи. Могли бы пройти мимо того, что у нас в стране не очень много качественных спортивных менеджеров и выступили соучредителями Российского международного олимпийского университета. Главная особенность обучения – проведение семинаров и встреч с известными спортсменами и практиками. В июне на заседании клуба «Спортконнект» спикером выступил Илья Авербух. Теперь о жизни после спорта говорил Алексей Ягудин. Олимпийский чемпион рассказал студентам о своей травме, из-за которой ему пришлось уйти с арены большого спорта. Как благодаря своему тренеру и другу он смог продолжить кататься. И как важно каждому человеку быть не только уверенным в себе, но и стараться проявлять себя в разных делах. Я желаю, чтобы у всех людей был именно такой внутренний заряд, который их будет подталкивать. Но судите, не судите строго, но понятно, что таких единиц может быть людей, которые внутренне встают и думают, так, а что бы сделать, что бы сделать, такие энерджайзеры. А вот для таких людей, у которых нет вот этой, например, подпитки внутренней, нужны как раз те люди, которые находятся рядом, которые и будут направлять нужные руслы. Такие встречи клуба «Спортконнект» планируется проводить регулярно, ведь они могут стать полноценной коммуникационной платформой для профессионалов из различных областей спортивной отрасли. Кстати, РМО уславится и своей издательской программой. В ходе заседания клуба была презентована новая книга «Олимпийское движение. История и современность». Совместная работа известных российских историков позволяет читателю пройти от древней Олимпиады до игр в Сочи. У нас есть тот исторический фон, который позволяет увидеть совершенно в новом ракурсе Олимпийское движение, его историю и современность. Вот это отличие книги от всего предыдущего, это ее особенность, и там есть много нового архивного материала. Более того, ведь Олимпийское движение развивается, есть такие вещи, которые сразу неизвестны. Ну, например, у нас есть архив в университете, мы его еще не весь обработали. Но как только он будет весь обработан и станет доступен исследователям, вы узнаете много интересного об Олимпиаде в Сочи. Тираж книги – более тысячи экземпляров. Ее можно приобрести в книготорговых сетях и интернет-магазинах. Сейчас готовится к печати еще одно издание. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Наследие Олимпийских игр. Что дальше? О точках роста постолимпиады говорили сегодня в Олимпийском университете. Тему продолжит Инга Габешия. Олимпиада стала катализатором развития всесезонного курорта, отметили участники первой международной научно-практической конференции. Олимпийское наследие Сочи определяет точки роста, которых, кстати, у города еще немало. Свои креативные идеи и предложения по использованию постолимпийского наследия сегодня озвучили ведущие российские зарубежные эксперты, организаторы спортивных мегасобытий, а также студенты Олимпийского университета, среди которых и первый заместитель главы города Сочи Анатолий Рыков. Нам надо ответить на главный вопрос, что мы хотим видеть от Сочи через 10, 15, 20 лет, каким мы видим этот город. Не только с точки зрения местного жителя, которому здесь должно быть комфортно, но и с точки зрения всей страны. РМУ в этом плане действительно уникальный сегмент, это уникальный университет с точки зрения изучения практики и крупных международных событий. И действительно мы благодаря нашим коллегам очень многие идеи воплощаем на территории Сочи и получается, на наш взгляд, неплохо. Среди спикеров конференции и сами участники Олимпиады Илья Авербух выступит перед аудиторией с докладом «Олимпийское наследие как основа достижения спортивных целей и результатов». Обсудят и олимпийский туризм как олимпийское наследие, а еще жаркие и зимние взбодрили маркетинг. И это тоже эффект Олимпиады отмечает команда молодых исследователей, объединенных разработкой новых идей и научных проектов для развития Центра Олимпийского наследия. Сегодняшняя конференция для нас представляет особый интерес, кроме всего прочего, еще и потому, что это первая попытка осмыслить реальные результаты Олимпиады, результаты долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные. Мы хотим взглянуть в перспективу, определить так называемые точки роста. Самые интересные предложения будут опубликованы в виде сборника, а самые достойные доведены до правительства страны. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Черноморская регата больших парусников взяла курс на Сочи. 19 сентября в Новороссийске состоялся торжественный парад участников регаты. После него парусники начали второй этап гонки, который завершится в Сочи. Накануне Новороссийск провожал паруса. Несмотря на пасмурное утро, на набережной собрались горожане и гости города, чтобы посмотреть на торжественный парад парусов. Встречный юго-восточный ветер не помешал судам поднять паруса и торжественно выстроиться в Новороссийской бухте. После парада парусов участники регаты взяли курс на Сочи. За два дня в Новороссийске в мероприятиях регаты приняло участие около 40 тысяч человек. В Сочи ожидается не меньше. Порт уже готов встретить знаменитые суда. Парусники прибудут в Сочи завтра. 21 сентября для всех желающих на парусники будет открыт бесплатный вход с часу дня и до 6 вечера. А в последующие два дня с 10 до 18 часов. Также в рамках регаты ожидаются праздничные мероприятия в морской деревне. Выставки фотографий и картин, спортивные соревнования, фестиваль морской еды, конкурс морских поваров, а также фестиваль детского творчества. Также в рамках регаты в Сочи будут организованы концерты, спортивные соревнования экипажей, благотворительная акция «Ладья мира», парад экипажей, торжественное награждение победителей второго этапа гонки Новороссийск-Сочи. И, конечно, незабываемый парад парусов, который состоится 25 сентября. После парада парусная флотилия начнет завершающую гонку до Варны. Паруса России в фотографиях уже занимают знаковое место Сочинского морпорта. Более 50 работ представили известные московские фотохудожники-маринисты Александр Львов и Юрий Масляев. Слово Татьяне Говорковой. Вся выставка разбита на три экспозиции. Они располагаются на втором, третьем и десятом причалах. С одной стороны представлены работы Александра Львова, с другой – Юрия Масляева. На снимках запечатлен весь парусный флот России. Уникальные кадры фотохудожники делали во время кругосветных экспедиций, проходивших с начала 90-х годов и за последние пять лет. Есть и фотографии, сделанные во время первой черноморской регаты. Так был запечатлен один из культовых кораблей «Барк Крузенштерн». Здесь представлены норвежские регаты прошлого года, кишские регаты этого года, ну и также экспедиции различные. Снимки, выполненные в экстремальных условиях – дело рук Юрия Масляева, действующего члена Русского географического общества. Это работы, снятые во время трех кругосветок на «Барке Крузенштерн» и фрегате «Паллада». В море приходилось больше обращать внимание, чтобы не испортилась камера, потому что больше взять не пропал объектив. И, разумеется, это все месяцами все шлифовалось. И я уже написал не одну работу по поводу, как снимать в экстремальных условиях водно-агрессивной среды. Помимо величественных парусников, здесь есть и животный мир, попавший в объектив камеры во время перехода по Атлантическому океану. После Сочи выставка отправится в Москву, посетит также Калининград, Новороссийск и другие города России. Красота спасет мир и песню. Сочи снова стал площадкой для съемок музыкального клипа. Просто позволь мне быть собой. Медленно, медленно плыть под луной. Российская актриса и певица Светлана Светикова в этот раз выступила под псевдонимом Ива. Песню назвали «Звезды». Все съемки проходили в Сочи и его окрестностях. Песня может понравиться или не понравиться, но виды природы бесспорно завораживают. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошив, штор на заказ. А все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.